В преддверии Международного дня защиты детей полицейские Ненецкого округа провели обзорную экскурсию для воспитанников Центра содействия семейному устройству «Наш дом». На мероприятие побывала наша съемочная группа. Подробности в сюжете Василия Хатанзейского. В местном отделении ОМВД Ненецкого округа состоялась экскурсия, в начале которой сотрудники полиции продемонстрировали служебный автотранспорт ребятам. Воспитанники Центра «Наш дом» с любопытством рассматривали автомобили и активно задавали вопросы. Следующей экскурсионной станцией для ребят стал зал для брифинга, где прошла лекция о том, как важно соблюдать законы Российской Федерации. Сужой обратно нельзя, что есть такое право собственности у каждого человека и в принципе нарушать. Также сотрудники полиции рассказали о вреде алкоголя, табачных изделий и наркотических веществ. Если Вам предлагают незнакомые люди это попробовать, либо Ваши сверстники, всегда отказывайтесь. После лекции детям предоставили возможность проверить меткость на тренажёре стрелковый тир и поближе познакомиться с оружейным арсеналом сотрудников полиции. В компьютерные игры, да, какие-то, вот если играете, вот это называется, я тебе покажу, снайперская винтовка Драгунова. Про разные технические характеристики рассказывать Вам смысла не буду, просто расскажу, для чего она используется, да. Эта винтовка используется для уничтожения противника на дальних расстояниях. Дальность у неё до 1200 метров. Вот. Магазин у неё 10 патронов, можно и 20 сюда, да, то есть стрелять. Здесь есть прицел, потом каждый может посмотреть в этот прицел. Прицел называется ПСО-1. У ребят презентация стрелкового оружия и тренажёр вызвали большой интерес. Мне запомнилось стрелять из пистолета, смотреть оружие. Экскурсия была проведена с учётом интересов подрастающего поколения, чтобы показать престиж работы полицейских. Ну, во-первых, потому что у нас очень много мальчиков, я думаю, каждому мальчику интересные машины, и солдаты, и милиции, и погоны, оружие. Без этого никуда. Мы должны воспитывать будущих защитников, они должны во всём разбираться и всё знать. А самое главное, что они у нас подрастают, и год-два они начнут сами ездить в школу, чтобы знали правила движения, знакомы были со всей техникой и с профессией сотрудников. К сожалению, в период пандемии подобных мероприятий не проводилось. И это первое после послабления ограничений. Мы действительно считаем, что всё это пойдёт на пользу, потому что, во-первых, дети будут видеть, как работают сотрудники полиции. Кто-то из них в дальнейшем, возможно, придёт на службу к нам. Ну и в целом, я думаю, что такие мероприятия мы будем продолжать проводить. Ближайшие мероприятия мы приглашаем всех. Мы проведём 3 июля, в день ГИБДД, государственной автомобильной инспекции, в их профессиональный праздник. Площадку мы чуть позже определим. Также всё это сообщим для наших граждан. Приглашаем всех принять участие. Будет также всё для детей. Будет большая программа. Экскурсия ребятам понравилась. Мероприятие завершилось в неформальной обстановке с разговорами за чашечкой чая с пирогами. Василий Хатанзейский, Катрина Тайбарей, Дмитрий Лукевич. Телеканал «Север».